По версии экспертов, наша кукла, вероятнее всего, служила украшением городского домашнего интерьера или праздничного застолья в европейских традициях. И выполнена она, кстати, в Западной Европе в конце 19 века. Чаще всего куклы-половинки делали из фарфора целиком туловище или в комплекте с ручками и ножками, а дальше одевали соответственно эпохи и назначению. Из них делали пудреницы, шкатулки и коробочки для мелочей. Ими украшали конфетные наборы, лампы, ночники и шляпные стойки. Кукла-половинка из фонда музея-заповедника Александровская Слобода. По-настоящему редкий экспонат, все благодаря нестандартным материалам, из которых она была сделана и в форме. Чаще всего этих кукол выполняли на фабриках из фарфора. Реже кукол делали кустарным способом из дерева или воска. Вот музейный экземпляр как раз таков. Голова, туловище и нижняя часть рук с кистями выполнены из воска, а верхняя часть рук – это вата с марлей. На реставрацию музейного экспоната потребовалось время. Александровские специалисты восстановили фрагменты ткани костюма куклы-половинки, обновили тонировку красочного слоя на лице. Такие безделушки были в моде всего полстолетия и почти сразу стали предметом коллекционирования.